Дмитрий Фреско Не секрет, что большая часть женской половины человечества, если не сказать все, всерьез узабочены здоровым питанием. И к такому питанию современные успешные энергичные женщины относят зелень, овощи и, конечно же, куриную грудку. Среди людей, не умеющих ее готовить, выдует мнение, что это очень сухое мясо. Действительно, жирования не найти. Но если вы освоили пухоный таймер, то прекрасно знаете, как получить отварную грудь буквально на полный грудь сок. Однако, что делать, если даже и такая сочная грудь изрядно надоела? Первое, что приходит в голову, использовать различные соусы. Я же хочу пойти немного дальше и предложить интересный прием, который станет отличной базой для различных экспериментов. Отварим ее в пищевой пленке. Приготовим таким образом куриные завиванцы. Звучит кучеряво, но на деле все просто. Начиняем, сворачиваем, заворачиваем, отвариваем. Сначала займемся начинками. В одной сковороде я хочу слегка обжарить шампиньоны и лук. А в другой стихотушке шпинар. Пока подготовим грудку. Чтобы она сварилась равномерно, слой мяса завиванцы должен быть небольшим. Для этого я сначала разрежу ее пополам, вот таким образом. А затем слегка, очень осторожно, отобью ее в тонкий лист. Накрою ее пленкой, чтобы не отмывать батонскую кухню. А как же это в нашей начинке? Шпинат. Отлично. Выключаем грибы, веточку тимьяна, пожалуй, очень мне нравится это сочетание. И чуть-чуть сливок. Выбирайте начинки по своему вкусу. Это могут быть, например, ломтики ветчины и сыра, припущенная морковь и зеленый горошек или курага, мленованные бурцы или вяленые помидоры. Да вообще все, что придет вам в голову. Шпинат чуть остыл, добавим к нему несколько капель лимонного сока. На мой взгляд, это несколько облагораживает его вкус. Тут важно не переборщить, иначе мы перебьем вкус шпината. Смешаем его с домашним творогом. Или домашним сыром, как его правильно называют. Завершим приготовление начинок. Фасолим обе по вкусу, а грибы еще и поперчим. Завьем завиванцы. Завиваем завиванцы. Завьем завиванцы. Завьем завиванцы. Завьем завиванцы. Завьем завиванцы. Ложим пластерные кулятины на лист пленки. Не забудем про начинку. И завернем. Завьем обратить внимание на размер пленки. В наших век повальных фобий, многие из нас имеют опасения относительно безвредности нагревания пищевой пленки. Я посмотрел этот прием на профессиональной кухне. И просто доверился профессионалам. Если это вас не убеждает, возможно, вам стоит использовать пленку для микроновой печи. По утверждению производителя, она не теряет свои свойства до 130 градусов. Другой вариант готовить в щадящем режиме. При температуре воды около 70 градусов. Столько выдержит добычная пленка. Отправим наши завиванцы в слабо-кипящую воду на 5-6 минут. Таким образом можно сварить не только цельные куски мяса, но и любой фарш. Эта технология отличается от простой варки тем, что позволяет сохранить все соки внутри продукта, но не слить их вместе с бульоном. Этот способ позволяет разнообразить диетический стол, избавив его от обостыривших паровых котлет. Способ также хорош для детской кухни. Внутрь завиванца можно положить любимые детские продукты, например, шоколад, и попытаться заваскировать среди них нелюбимые, но полезные овощи. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Удачи на кухонном и других фронтах. В следующем выпуске бараньи голяшки с чечевицей. Специальное зимнее блюдо. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин